Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим. Аминь. Откровение, глава 2, 1 стих. Ангелу Эфесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Толкование. Мы уже видели, что ангелу это значит пастырь церкви, ее епископу. Важно заметить, что послание пишется каждый раз, как бы не самой церкви, а ее пастырю. В грехе церкви винится сам пастырь, с него взыскивается грех церкви, и он призывается к покаянию в этом грехе. Пастырь же идет и похвала за благочестие, и добродетель его паствует. Пастырь олицетворяет собой, как бы всю церковь. Обетования же, воздаяния, даются не пастырю, а лишь тем, кто побеждает. Так мы видим высоту пастырского служения, но и великую ответственность пастырей, как обязаны дать отчет о душах паствы. Евреям, 13 глава, 17 стих. Эфес – один из четырех крупнейших городов тогдашней Римской империи. Рим, Александрия, Эфес и Антиохия. Огромный, шумный, великий языческий город. В нем было одно из семи чудес света древнего мира – храм богини Диане. В этом шумном городе протекала бурная языческая жизнь. И вот в этом городе была образована христианская церковь. В ее основании и становлении большая роль принадлежит апостолу Павлу, который три года в ней денно и ночно проповедовал. Какова была эта церковь, таковым и представляется ей Господь. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Христос в церкви, держащий пастыря в своей деснице. Следующий читай. Да, дальше. Откровение, 2 глава, 2 стих. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Толкование. Знаю дела твои. И эти слова Господь говорит каждому из семи посланий, то есть Он знает все дела каждого. От Него ничто не сокрыто, нет для Него ничего тайного. Он знает все. Если дела наши добрые, то это великое для нас утешение. Если же дела наши злые, то это грозное обличение. Каково нам будет, когда на страшном суде сами узрим око, видевшее все. И труд твой. Эфесяне были деятельными христианами. Без всякой устали и лени много трудились Господу. И Господь презрел на труд их, принял его, ибо Он был истинен и во славу Божию. Часто наш труд знает наше начальство, от которого мы зависим. Наши родные, наше чрево, ради которого много трудится человек. Но знает ли наш труд Царь Небесный? Знает ли он наш труд или скажет, «Я никогда не видел вас трудящимися». И терпение твое. Труд их был не по настроению, а по терпению. Человек часто трудится по настроению, когда ему хочется. Господь же хочет видеть терпение. Труд кропотливый, долгий, непрерывный и неустанный. И вообще, во всяком деле, надо проявлять терпение. И то, что ты не можешь сносить развратных, как легко мы сейчас сносим развратных. Они же не могли сносить. Их община была безупречная. В ней не было места развратным. Как и о первой христианской церкви в Иерусалиме читаем, что из посторонних же никто не смел пристать к ним. Деяние 5 глава 13 стих. Так было и в эфесской церкви. Не сносили те христиане развратных в среде своей. Обличали, увещевали, и если не раскаивались, отлучали. И поэтому народ прославлял их. Деяние 5 глава 13 стих. Ныне же нет той церковной дисциплины. Сносят разврат иных. А потому зачастую народ не прославляет. Но одни смеются, другие соблазняются, а иные пристраиваются. Эфесским пресвятерам, священникам, апостол Павел сказал некогда. По отшествию мою войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Деяние 20 глава 29 по 30 стих. Так оно и было. Составляли сложные апокалифические Евангелия. Появилось много эритиков, это и гностики, и люди, тоже называющие себя апостолами. А ведь в то время действительно было много видевших Христа. И вот среди этих потоков надо было уметь отличить истинных апостолов от тех, которые тоже так назывались, но были не таковы. Отошел из Эфеса святой Павел. И вот более чем через 30 лет сам Христос дает им похвалу. Они с честью выдержали испытания. Не только духовно развращенных, но и ложно учивших они испытывали. А значит были в состоянии испытать их учения. И таковых не сносили в своей среде. Каково теперь положение? Давно прошли великие вселенские соборы, навсегда определившие истину православную веру, осудившие ереси. Но вот приходят все новые и новые апостолы. Сотнями и сотнями рождаются новые секты, новые исповедания. И ныне эти исповедания подверглись испытанию и найдены ложами. Посему пастыри призваны учить народ наставлять в истинных православной веры. Ибо и ныне многие гибнут в пагубных ересях. А чтобы испытать веру иную, вскрыть заблуждение, разоблачить лжи апостолов, надо глубоко узнать свою веру. О, если бы и ныне чудный свет православия просветил умы и осветил сердца многих заблудших в ересях. Откровение 2 глава 3 стих. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Толкование. Скорби постигали христиан этой церкви, и скорби немалые, а они все переносили. И имеешь терпение. Не только в трудах, но и в скорбях хранишь терпение. Человек готов трудиться для имени своего, своей семьи, своей страны. Эфистиане же трудились много для имени Господнего, и трудясь не изнемогали. А трудов же для имени Господнего человек не изнемогает. Наоборот, благодатью Духа Святого только еще более укрепляется. Вот и пример. Все начинают стонать, разные причины в любом возрасте, какие-то причины. Любой возраст нужно рассматривать как наилучший для прославления Бога. Молод у тебя много силы, старый у тебя много опыта, года мои, богатства. Болен ты? Господи, от чего ты освободил меня? Теперь я свободен для духовного. Лежишь даже. На пенсию пошел, тем более. А не так, на пенсию пошел, все, мужское достоинство потеряно. Наоборот, ты от всего свободен. Надо просто ждать этого. Не дожил до пенсии, но меньше нагрешил. Везде нужно заранее уже так настроить себя, никогда не роптать. И никогда не говорить, там, а то устал, не могу, и это нехорошо. Вот особенно, часто говорят, у меня времени нет, вот это никогда не надо. Или какие-то препятствия. Надо такой заряд иметь, чтобы дети тоже на этой волне шли. Время должно хватить на все. Так распределяй. Не нужно отсекай, какое неопределенное оставляй, а нужно непримерно делай. Мне пришлось уничтожать много в мире. Вот я вернулся из Америки и образовал 13 библиотек в разных местах. Библиотек, не просто так. А в то же время, я уничтожал библиотеки. Меня призывали вновь обращенные и говорили, вот комната вся книгами заставлена, там, мировой литературы, надо все это разобраться. Ну, сидел я там до утра буквально и разбирали. Вот это вот, она безразличная такая литература, можешь сдать ее. Вот это вот классика, хорошая там. Бывает и Шекспира даже что-то оставишь. Ну, свои, не говоря там религиозные. В то время религиозных книг-то не было когда. А вот это разное, Гидро, Руссо, Вольтера, это все под нож. Ленина там, что у тебя было. Ну, вот так вот. Человек начинал, отрываем корочкой, переплесчик, целая гора корочек забирай. Остальные пойди сдай, которые безразличны. А есть классические произведения, они изгодятся тебе для научения. Не унывай, не ослабевай. Пошел. Откровение 2-я глава 4-й стих. Но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Толкование. Можем себе представить, как епископ Эфесской церкви медленно разворачивает свиток с посланием. Говорит, что это от возлюбленного имя всеми апостола Иоанна. Начинает читать дивные похвалы от Господа, и все радуются веселье духовное. И вдруг епископ приостанавливается. Маленькая частичка, Останавливает этот поток похвалы от Господа. Но имею против тебя. Имеешь против меня? Что же имеешь ты, святой апостол, против меня? Но послание от самого Христа. Что же имеешь ты, Господи, против меня? Много тружусь, все терплю. Грешников, еретиков обличаю, извергаю из среды паству моей. Трудимся много, не из тщеславия или из корысти. Филиппийцам, 1 глава, 15 стих. Как некоторые, но для имени твоего, Господи, что же можешь иметь ты против меня? То, что ты оставил первую любовь твою. Что это означает? Апостол Павел в 13 главе 1 послания к Олимпинам воспевает гимн любви. И звучат слова этого гимна, напоминая, что если мы не имеем любви, то хотя бы имели веру такую, что могли бы горы переставлять, хотя бы имели дар пророчества, и знали все тайны, хотя бы все имение раздали и отдали тело свое насажение, хотя бы говорили языками ангельскими, духов бесплотных, то все равно это ничто. Все это не больше, чем медь звенящая. И для Бога все это не имеет значения, если совершено без любви. Так можно много трудиться, терпеть, исторогать грех, и обречать ереси, переносить страдания. Но если в сердце нет любви, то все это ничто. И ты, говорит Христос, не имеешь любви. Какой любви? Первой любви. Во всем Писании это единственное место, где говорится о первой любви. Словами о любви наполнено все Писание, но о первой любви единственный раз говорится здесь. Первая любовь. Христос берет здесь образ того первого, неповторимого, единственного, трепетного чувства, которое бывает между женихом и невестой, которая ждет своего возлюбленного. Ждет. Она еще не наслаждается, не утешается им, а только ждет его всем своим существом. Делает все, чтобы только воссоединиться с ним, только о нем мыслит. Мы еще не соединились со Христом полностью. Это будет в вечности. Сейчас церковь невеста ждет своего жениха. И каждая верующая душа устремляется к нему. Это и есть первая любовь, чистая, нежная, ожидающая. Он первый. Мы часто любим Господа второй любовью. Третья, четвертая, седьмой, десятой. Первой любовью мы любим себя, второй свою семью, третий свою работу, четвертой какие-нибудь людей. И только где-то там, вдалеке, на последних местах у нас Христос. Таковы часто христиане. А Христос требует к себе первой любви. Кто отца или мать любит больше, нежели больше меня, тот меня не достоин. Первая любовь должна быть посвящена Христу. Существует такое примитивное понимание, что христиане любят Христа из корыстных побуждений. Он, мол, помогает им и обещает награды. Это совершенно неверно. Да и Христос не примет такой любви, если кто так любит. Должна быть первая любовь. Любовь ко Христу ради Христа самого. Тут понятно. А первой любви можно говорить тому, кто ее испытал. А если не испытал, он не понимает, о чем речь идет. Ну, ходил, ходил, ходил. Никогда там любви не было и ничего. Надо просить у Бога эту первую любовь, а потом беречь. Откровение, 2 глава, 5 стих. Итак, вспомни, откуда ты не спал и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Толкование. Вспомни, где, когда потерял первую любовь, а значит, и мил ее. Глубокое и страшное падение, свет твоей первой любви, ангел церкви эфесской озарял некогда твой город, ныне же ты ангел падший. Ты много делаешь, ты терпелив, ты строг и знаешь много. У тебя огромный опыт, но вспомни, откуда ты не спал. Вспомни свою первую любовь ко Христу, высоты ее, когда ты еще не имел опыта и больших заслуг, но имел в сердце эту же мчужину первой любви. Из долины своего сегодняшнего состояния возри на гору первой любви, возри и вспомни, откуда ты не спал. Вспомни и покайся. Мы часто не знаем, в чем каяться. Никого не убив, не ограбив, мы иной раз не понимаем, в чем же каяться. А Господь говорит, покайся, что потерял первую любовь. Кто из нас исповедовал уже на исповеди, что потерял первую любовь? Нет таковых. Но неужели никто не потерял ее? Неужели только эфесяне были такими худыми, а мы все лучше их? Так вспомним же и покаемся. Ибо если потеряна первая любовь, то потеряно все. Все остальные добродетели ничего уже не значат. Покайся и твори прежние дела. То есть дела первой любви. Сейчас ты приобрел опыт и потерял любовь. Так вот, покайся и твори прежние дела любви. Иначе покаяние твое будет без прежних дел. Будет пусто. Если мы куда-нибудь идем и вдруг вспоминаем, что что-то важное забыли, то как неприятно, но все-таки возвращаемся за забытым. Ибо иначе идти бессмысленно. Если ты вдруг начал вспоминать, что оставил первую любовь, то хоть и неприятно возвращаться назад, а может и снова с самого начала нужно все начинать. Но все равно не спеши творить новые дела. Сначала вернись назад через покаяние и тогда твори прежние дела. А если не так, говорит Господь, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. То есть это очень серьезно. Не что-то второстепенное. А с другой стороны, не что-то доступное и ведомо только пророкам и подвижникам, монахам. Нет, это совершенно необходимо всем для спасения. Господь говорит, если не покаешься в оставлении первой любви, то скоро приду к тебе, как гневный судья, и сдвину светильник твой с места его. Светильник это пастырство эфесского епископа. Это и сама эфесская церковь. Это и каждая душа этой церкви. Это и ты, христианин. Ибо Христос сказал, вы свет мира. И сдвину светильник твой с места его. Тебе некогда вспоминать о первой любви. Ты ведь занят служением, но скоро сдвину тебя, если не покаешься. Так оно совершилось даже и буквально. Первосвятительский престол в Малой Азии был сдвинут позднее из эфеса в Константинополь. И великая первоапостольская эфесская церковь утеряла свое значение. Святильник был сдвинут. Так и каждая христианская душа, если не покаяться в утере первой любви, то скоро придет Христос. Сдвинет ее светильник, и она не будет уже светить. Господь строго обличал эфесян. Не забывает и доброе в них, дабы уныние в них не было чрезмерным. И тем самым еще более подвигает их к покаянию, показывая, что не утеряна окончательная возможность вернуться в прежнее состояние. Благодарение Богу. Откровение 2 глава 6 стих. Впрочем, то, что в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Толкование. Что это за дела николаитов? Николай, один из первых семи диаконов, был потом в Самаре епископом. Но вместе с Симоном уклонился от права веры. Его обвинили в ревности, ибо он имел весьма красивую жену. Дабы отвлечь от себя такое подозрение, он отдает свою жену другим удовлетворение их похоти. Рождается страшная ересь, учившая, что для победы над похотями плоти надо их удовлетворять. Можно себе представить, каким мерзким делам плотской жизни вело это учение. Исполняет требования похоти и победишь их. Об этих делах сам Господь сказал, что ненавидит их. Как это страшно попасть под ненависть Христа, если в наше время учение николаитов есть и широко распространено. Это нынешнее учение, преподносимое народу атеистами. Они учат угождать плоти всем ее потребностям. угождай плоти, ибо ты безнаказан и живешь один раз. Да здравствует свободная любовь. Не сошелся характером, разводись. Живи со следующей свободной любовь. Сегодняшние николаиты учат, что через разводы угождение плоти побеждаются определенные семейные проблемы. Разводы растут, разводы растут, как снежный ком. А нам по-прежнему говорят, что только через угождение плоти победим плоть. Нам говорят, что когда достигнем благосостояния народа, то есть удовлетворим все запросы плоти, тогда исчезнет грех, не будет воров, убийц, завистников и так далее. Это ересь николаитов сегодняшняя. Дела николаитов ненавидит Христос. Через эти дела похоть плоти не побеждается, а только боли разжигается. А в результате падает нравственность, разваливается семья, процветает преступность. Видишь, он как пишет, чувствуется, что пережит это все, он знает. Слова-то его живые, не мертвые, они прожигают. Откровение 2 глава 7 стих. Имеющие ухо дослышат, что дух говорится к вам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни. Которая посреди рая Божия. Толкование. Вот что Господь имел сказать Эфесской Церкви. Такую похвалу и такой укор. Мы же должны испытывать себя, в чем мы эфесяне, а в чем нет, и что должны делать. Потому Христос и призывает, имеющий ухо, дослышит, что дух говорит церквам. Семикратно в этих посланиях прозвучит этот призыв. Мы все имеем ухо, чтобы слышать. Но что слышат наши уши? Они слышат безбожную пропаганду, они слышат скверные анекдоты и хульные слова, они слышат поэмы, спектакли, симфонии, они слышат близких, друзей, учителей и начальников, они слышат ложные юридические толкования, неустанно звучащие с сектанских кафедр. Но слышат ли они, что дух говорит церквам? Слышат ли они, что говорят истинные пастыри святой церкви, что говорят богомудрые учители, святые отцы, бывшие трубами Духа Святого? Слышат ли наши уши, что говорит дух церквам через события нашего века, падение нравов, проповедь Евангелия во всем мире? Слышат ли наши уши, что непосредственно нашим сердцам говорит Дух Святой? Слышат ли, что Дух говорит нам, а ведь вы оставили первую любовь? Далее следует обетование побеждающему тому, кто трудился, терпел, не сносил разратных, обличал ереси, ненавидел дела николаитов, а главное, победил себе потерю первой любви. Эта душа, горящая пламенем первой любви ко Христу, какое же ее обетование? Дам вкушать одрев жизни, которая посреди рая Божия. Что за вкушение? Посреди рая было насаждено некогда два дерева. Дерево познания добра и зла и дерево жизни. А дерево познания человек не должен был вкушать, но он вкусил и познал бездну греха. После этого ему уже нельзя было вкушать от дерева жизни, ибо тогда он увековечен был бы в своем греховном состоянии, и никакого спасения ему уже не было бы. Так смерть стала не только возмедием за грех, но и выходом из греха. Поэтому Бог и знал человека из рая, поставил Херувима с пламенным обращающимся мечом, чтобы никто не мог уже войти в рай. Ныне же, вернувшись к Богу, вновь усыновленными им в крещении, имеющим в своем сердце первую любовь ко Христу Спасителю, обретает право и возможность вкушать от древа жизни. Древо жизни это крест. На Голгофе, как считается на месте упокоения Адама, проросло древо крестное, несущее миру жизнь. Плод этого дерева, плоть Сына Человеческого, вознесенного на крест, она на кресте, как плод древа крестного. От этого плода обетона вкушать ныне победившим христианам. Древо это посреди рая Божия Церкви Христовой, не на экране рая, а посредине, в самом сердце Церкви, великое и страшное Таинство Святой Евхаристии, где от Святой Чаши верные приобщаются тело Христово, вкушают от древа жизни. Особое вкушение от древа жизни уготовано в вечности. В 22 главе Апокалипсиса мы увидим, что в небесном Иерусалиме будет древо жизни, от которого будут вкушать победившие. Вводимый в рай от вкушения плодов древа жизни обретает жизнь вечную. Понятно. Это рассуждение, которое умом надо держать, а так ощущать, как ты будешь. Я должен думать. Святые Отцы вообще возбраняют мечтательно представлять какие-то образы. Я поклоняюсь Христу, какой он Христос, как рисуют с длинными волосами. Этого не надо делать. Я просто в духе поклоняюсь, что есть Бог, есть Дух Святой, и я кланяюсь. А то воображают, а потом я видел, а мне явление было, как-то меня повезли с Рубцовку. И одна женщина с ней поговорить. И она штукатурила дома. И вдруг увидела на штукатурке изображение Божьей Матери. Где оно? Ну, вот вам не видно, а мне видно. И рука замотная. Я говорю, рука повредила. Да не повредила. Я к стенке коснулась, а просто отпечатался Божьей Матери. Я теперь его поцелуй Мэрик Пихвар. Пихвар такой был. Она его поцеловала, так он взял лекопластырем заклеил, чтобы этот поцелуй помаду оставить у себя, показать. Артистка его поцеловала. Я говорю, ну, у вас может обольщение быть. Какое обольщение-то? Что бы Божья Матерь обольщение вот? Что-то говорить это? Вот вы сейчас смотрите на лампочку, я говорю, ну, а что вы видите? Ну, еще лампочка, там нить накаливания маленькое видать там светится. Нет. Я и в комнате именно у тебя, ну, обидно, что бабка тронулась умом, не дружит с головой. И любому это понятно, что что-то не то. А начинается все всегда не в раз. Маленько там, противоречить маленько здесь. Так что лучше, быть таким тонким, чувствительным, что тебе проявление, или грубым? Ну, как это так? Выбирать тут не приходится. Должно и слушать, и не заваливаться. Должно золотую середину держать. Золотой середины все святые отцы советуют держаться. Вот много есть, растолстеешь, мало есть, больной будешь, где-то. Вот нужно везде золотую середину. Сколько спать? Можно спать и спать, как такой медведь у них есть, повисит и мохом обрастет, и все висит, и висит. А можно меньше спать, и можно довести так себя, что вообще никуда не годен, падать будешь, по стенке ползать, а не по полу. Так что везде нужна золотая середина. А как указать этот? Ну сам-то ты определяй. Вот сейчас мне говорят, вы дайте так, чтобы на каждый день что-то читать. Ну такие книжечки есть, на каждый день назначено место читать. Мне зачем этот поводырь, как за стенку держаться? Я читаю Библию. Стих этот хороший. Ну а другой напишет точно так же, другой открываешь и на каждый день какое-то местописание, как в церкви. Сегодня считается то, другое. Это неплохо, но это среднее состояние может быть. Мне этого не надо. Зачем я буду туда смотреть, что назначено-то? Я читаю подряд или там, что меня коснулось где-то. А вот кто-то указал на сегодня это, а дальше не надо. Мне только этого надо. Все. Житие святых каждый день. Вот какое-то житие святых? Не знаю этого. Я говорю, что Библию, синодальные издания, 77 книг. Не считать, а начитать. Это с выражением стараться надо медленно. И архипелаг ГУАГ 3 тома. Я это на пленку начитал ровно за 30 дней. Когда говорю невероятно. Я начитал совсем недавно, уже после освобождения. У меня уже компьютер был. 30 дней повторяю, что не одну Библию, а вместе архипелаг ГУАГ. У меня был привезен из Парижа МК Пресс. Самое полное издание. 30 дней. Вот и все. А то Библию не можешь всю жизнь прочитать. Ну 30 дней выбери. 30 дней в жизни своей. Дальше. Откровение 2 глава 8 стих. И ангелу Смирской церкви напиши. Так говорит Первый и Последний, который был мертв и все жив. Толкование. Смирская церковь показывает нам иную сторону церкви. Если в Фесске в церкви бурная активная деятельность и отсутствие любви, то Смирская церковь это гонимая церковь, это приятие страданий за имя Христово. Само название города Смирно говорит о страданиях, ибо Смирно это благовонная масть, которую умощали символ страданий и смерти. Все остальные церкви были в лучших условиях. И казалось, что именно этот светильник вот-вот угаснет. Но вот что примечательно. Ныне через 19 веков из всех этих семи городов не осталось ни одного кроме Смирны. Называется он теперь Измир в Турции. Смирнская одна из двух церквей, еще филадельфийская, не получивших никакого кора от Господа. Это говорит об очищающей силе страданий. Даниил 11 глава 35 стих. Ангел Смирнской церкви. По указанию древнехристианского историка Евсевия, история церкви 4.14, здесь должно, по-видимому, разуметь святого поликарпа, епископа Смирнского, ученика апостола Иоанна. Как страдающий, гонимый церкви, Христос представляется ей как первый и последний, и этим утешает ее. Все твои страдания временные, все это скоро пройдет, а первый и последний это Я, Христос, Ваш Искупитель. А если Я начало и конец всему, то не стоит ли всем пожертвовать ради Меня? Вы страдаете, но ведь и Я страдал, ибо Я Тот, Который был мертв. Я претерпел все страдания. Я принял терновый венец, крест, да, Я был мертв, а теперь смотри, все жив. Оказавшись верным свидетелем, 1 глава, 5 стих, Откровение, возлюбив до конца Ивангелия Тьяна, 13 глава, 1 стих, я не был оставлен Богом во гробе, и теперь говорю вам, страдальцам смирни, я живу, и вы будете жить, Ивангелия Тьяна, 14 глава, 19 стих, будьте верными свидетелями мне, и замучившие вас так же не найдут вас среди мучающихся, как не нашли меня среди мертвых умертвивших меня. Тут понятно, тут все растолковано, ничего не надо добавлять, только применяй к себе, вот подражаю этому, чтобы оно было написано как будто о тебе, не о смирском ангеле, а это ко мне написано, я должен усваивать, присваивать, как Ян Златоуст говорит, Откровение 2 глава 9 стих, знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат, и засловие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское толкование, значит, смирцы и в стесненных обстоятельствах в гонениях находили возможность творить дела, которые принял сам Господь, сколь часто мы, оказавшись даже далеко не в столь стесненных обстоятельствах, как те, не отважимся на христианские дела, свое бездействие мы часто оправдаем условиями времени, сколько редко приводим детей и молодежь ко Христу, как незначительно и христианское воспитание и обучение, как мало непрекровенного обличения и исправления наших сегодняшних грехов, не должны ли мы в наше богоотступническое время все равно творить дела, о которых Христос сказал, что Он их знает, помоги нам Бог. И с другой стороны, Христос как бы говорит смирцам, вы гонимы, и никто не видит тайных дел вашего милосердия, но я знаю их, и скорбь вижу. Смирцы терпели многие скорби, а у нас порой бывает такое, что мы сами знаем нашу скорбь, все наши мысли заняты нашими скорбями, нам нравится ходить в ореоли наших скорбей, но знает ли наш скорбь Христос? Ведь важно не то, что мы страдаем, а то, чему мы в страданиях научаемся. Мы нередко озабочены, что о наших скорбях знали иные, знали многие. А недостаточно скорбящему, если знает его скорбь, сам великий страдалец Христос и нищету, ибо в гонениях христиане часто лишаются своего имущества, так было в древние времена при гонении первых христиан, так было и в гонении во времена последующие. Но эту нищету видит глаз человеческий, Божье око видит иное, впрочем, ты богат. Где человек видит нищету, там Бог часто видит богатство. Претерпевая нищету в земных богатствах, ты богат духовно, и как зачастую духовно жалкий и бедный сильный мир от сего. Великие скорби претерпевали первые христиане от иудеев. Распяв Христа, иудеи не могли слышать ни имени его, ни учения его. Не имея особых возможностей преследовать христиан, ибо сами были подчинены кесарю. И вообще не имея права гнать христиан из изычников, они в бессильной ненависти злословили христиан. А злословия людьми искренними переносятся не менее чашко, чем физические страдания. Свои же христиан из иудеев они преследовали. Деяние 7 глава 9 стих. Господь здесь говорит о них, что они только говорят о себе, что они иудеи, а на самом деле не таковы. Это они сказали некогда Христу. Отец наш Авраам. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. Вы делаете дела отца вашего. Ваш отец дьявол. Евангелие от Яна 8 39 41 44 стих. Вы творите дела не Авраамовы, а дьявола. Здесь упоминается убийство и ложь, гонение и злословие. А потом мы сборище сатанинское. Так бывает и в наше время с нами. А потом вы сборище сатанинское. Так бывает и в наше время с нами православными христианами. Мы новозаветный Израиль. И по праву говорим, что от Авраама, от Христа начальника нашей веры, от апостолов. Ибо церковь наша ими основана. Их учение содержит апостольским священством окрамляется. Однако в действительности мы часто бываем не таковы. Ибо нет духа Христова и дел апостольских. Когда Христос вошел в иудейский храм, то назвал вертепом разбойников. А что скажет он нам? Не образуем ли мы вертеп разбойников и сбори сатанинское, когда, будучи верующими, продолжаем творить дела тьмы? И еще, когда апостол Иоанн говорил о сборище сатанинском, не о тайном масонском обществе пророчествовал подготавливающим престол Антихристу и противоборствующим христианам? Да, может быть и так. Еще прочитаешь? Не знаю по времени то как. Не знаю это бы так. Наверное все туда. Здесь большой задержи на этом. Я как всегда покажу в конце наше сокровище, чтобы все знали. Где это вот три книги трехтомник Нового Завета и по нему мы сейчас считаем Блаженного Гопилакта и Откровение Иоанна Богослова по всем Святым Отцам. Это вот третий тон. Вот оно как выглядит. Вот. Это все есть на нашем сайте. Вот это наш сайт по свете Библии. Вот здесь все книги и издания Лапкина для скачивания. Вот здесь эти книги находятся. Вот они. Вот. Вот только отклили в них и они уже раскрылись. Православные библейские сайт. А внизу православный форум. Игнатий Лапкин и форум. Я даже слово одно Игнатий даже без Лапкина. И то уже открывается. Ну в него и сразу открылось. Вот он форум наш. Православный форум Игнатия Лапкина. Сейчас у нас открыт на Ютубе православный видеоканал. Вот выставляется новое вот новое А дальше уже как это будет У нас еще что здесь есть. Живое слово Жизнь православной общины. И очень сильно у нас это Mail.ru более тысячи наших роликов около четырех тысяч фотографий. Даже число не знаем надо как-то посчитать. Здесь эти материалы. И вот что сейчас насчитываем мы это все выставим. Если Господь благословит это все будет выставлено на нашем Ютубе. Ладно пока Богу нашему слава. Так мне сейчас срочно скачать надо будет то что записано и я сразу буду готовить отправки. Потом там администратор будет срочно